Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Елена. Мы сегодня будем говорить об интуиции, а также о тройке самых интуитивных знаков зодиака. Поэтому считаю, что это очень интересная тематика. Интуиция есть, конечно, у всех, но этим троим она дана от природы. И было бы грехом не разговаривать со своим внутренним голосом. Но прежде чем я определю эти три замечательных знака, величайше благодарна всем, кто поддерживает канал. Я даже не рассчитывала на ту невероятную поддержку, которую вы мне оказали. Я невероятно счастлива. Я окрылена. Я начала выздоравливать всеми мильными шагами. В общем, люди мои дорогие. Величайше благодарна, что вы у меня есть. Пайпел, Альфа-Банк, Приват-Банк. Я вас всех вижу. Я не знаю, кто вы, но у вас невероятно золотое сердце. Дай Бог вам всего, всего, всего. Мирного неба над головой счастья и всего, всего, что вы себе только пожелали. Вы этого достойны. Ну, а теперь, дорогие мои друзья, насчет интуиции. Интуиция – это наш внутренний голос. Вот иногда, когда мы говорим, что вот нам что-то предлагают или куда-то втягивают и так далее, вдруг такое ощущение холодка, да, вот где-то в районе солнечного сплетения, как будто подтянуло и какая-то пауза. Вот мы думаем, что это у нас там судорога случилось или еще что-либо. Но это не судорога, и вопрос этот не физиологического порядка. Это наш внутренний голос, пытаясь нас упредить, что мы сейчас попадем в очевидную аферу или ловушку, пытается нас уже за веревочку оттуда выдернуть. Но мы зачастую не слышим наш внутренний голос. Нам кажется, что мы и сами с усами, что мы разберемся, что мы всемогущие. И нам все по силам, мы можем в любую аферу войти и сухим из ним выйти. Если бы так было на самом деле, дорогие мои друзья, то нам бы жилось весело и задорно. Но в жизни даже самых великих и могущественных людей случается масса казусов, которые они могли бы не совершать, если бы почаще обращались к внутреннему голосу. Внутренний голос необыкновенно прозорлив. Поскольку здесь в своем физическом состоянии, привязанное к обычным житейским делам, мы часто приземлены и занимаемся только то, что называется практичным, что можно пощипать руками, осмыслить мозгом или логикой. И все остальное мы считаем, что это мистика. Инсинуации никому, собственно говоря, этого нет, потому что этого нет. Но это очень удобная позиция. Но я вам могу сказать, что вы сами себя обделяете. Ваш внутренний голос, в отличие от этого лечевого аппарата, которым мы пользуемся, имеет гораздо больше возможностей, чем вы думаете. Вся информация, то, что с вами было, то, что есть, то, что будет, находится там, где вы никогда не будете и физически вы это место никогда не увидите. Мистики называют это место вселенским эгрегором, то бишь каким-то узлом, центром, какой-то библиотекой, скажем так, человеческих судьб, где стоит и ваша личная персональная книга, вашей судьбы. Часть вы уже прожили, часть вы сейчас проживаете, а часть вам определена на будущее. Но поскольку нас туда не допускают и прочее, туда допущен все равно человек, но только через внутренний голос. И именно он пытается всеми возможными средствами, в виде сновидений, в виде вот этого физического ощущения, страха или чувства какого-то неуверенности в этот момент, упредить вас, что вы сейчас готовы совершить не то, что вам необходимо. А бывает так, что вы ощущаете, что у вас на душе соловьи поют, бабочки порхают, он спокойно и замечательно, это вам внутренний голос говорит, что да, это можно, я это одобряю, это тебе принесет успех и радость. Но если нам еще себя надо уговаривать прислушаться к внутреннему голосу, вообще допустить мысль как таковую, потому что мы логики до мозга костей, и все, что касается эмоций, каких-то там нашептываний, тем более сновидений, и все этого нет, и оно нам мешает жить. Чаще всего так поступают практичные знаки зодиака, например, в виде знаков земли, особенно дева, Боже, сохрани, вы что-то мне в голову морочите. Все, что невозможно разложить логически по полочкам, этого нет в природе. Но три знака просто поцелованы судьбой. Это знаки воды, и к ним, конечно, относится знак рака, знак скорпиона и знак рыбы. Это не значит, что эти три знака родились с золотой ложкой, и свой внутренний голос прям слушают с утра до ночи. И то, что даются дары, это не значит, что люди этим пользуются. Но я вам точно могу сказать, что вам вообще грех, дорогие мои друзья, не слушать свой внутренний голос. Он у вас необыкновенно прозорлив. Он возведен у вас буквально до ясновидения. Правда, вы, напоминаю, слишком бываете зациклены и зашторены вот, семиминутными делами, чтобы действительно насладиться этими дарами. Но, с другой стороны, то, что вы особенные, вы же давно уже заметили, вас интересуют те вещи, которые другие отвергают по многим причинам. Все, что мистическое, эзотерическое, потусторонний мир, какие-то видения, какие-то образы. Нож часто у вас витает, вас это интересует. Вы копаете в этих темах. Многие из вас занимаются этим даже профессионально, то есть могут приобщиться к каким-то предсказаниям, например, освоить какие-то эзотерические практики, там, например, увлечься рунами или картами Таро. И многие из вас даже стесняются иногда об этом говорить. Но не надо как бы стесняться того, дорогие мои друзья, за что другие бы дорого отдали. В эти все дали мистики непознанного вас манит именно ваш внутренний голос, который, в отличие от всех других, точно знает, что то, что нельзя пощупать, мир мистики, эзотерики и прочего существует на самом деле. Поэтому вам даже ломать себя не нужно. Вы с этим родились, вы это приемлете, вы этим занимаетесь. И слава Богу, потому что действительно вам это все дается достаточно легко. Впрочем, как и все альтернативные виды лечения, например, вы можете увлечься травой, лечением. Многие из вас могут стать медиками нетрадиционной медицины, то бишь акупунктуру, например, из учителей, еще что-либо. И слава Богу, что вы есть. Помните, пожалуйста, что ваши таланты во многом идут от вашего внутреннего мира и от вашей невероятной интуиции, которая имеет в три раза больше возможностей, если сказать не в десять, а от простого человека, черпать из той мировой заоблачной библиотеки много полезного и нужного, что многим отвергается. Ну, эзотерика, например, считается наукой, требующей того, чтобы ее сжечь на костре и вообще никогда не упоминать. Это лженауки. Ну, у нас все лженауки. Астрология, лженаука. Занятие пророчествами – это вообще дело подлежит уничтожению. Все, что человечеству кажется странным, должно быть подвержено сожжению на костре. Так было, есть и будет. У нас немало астрономов погорело на кострах. И это факты, которые нельзя опротестовать только потому, что они наблюдали за планетами и обратили на них внимание. Но с точки зрения церковных учений, это была ересь, за что они рассчитались в собственной жизни. Поэтому, когда наблюдаешь такие картины из истории, которые никто не назовет придуманными, ты понимаешь, что то, что сейчас считают лженаукой, на самом деле люди просто еще до этого не доросли. Когда-нибудь человечество в эзотерику будет приходить как в банк за деньгами или в магазин за буханкой хлеба. Но, к сожалению, эти времена еще не наступили. Однако рак, скорпион и рыбы с удовольствием занимаются тем, чего нет. Получают от этого удовольствие и необыкновенно в этом талантливы. Так что, если вас что-то увлекает из эзотерических наук или желание пророчествовать при помощи разных инструментов, что сделайте это, потому что это ваша стезя, можно сказать, кармическая история. Итак, дорогие мои друзья, мы уже поняли, что три знака обладают особой интуицией. Правда, им очень тяжело совладать с собой, поскольку интуиция часто говорит не через логику, где все сухо, понятно и по полочкам, а через эмоции. Поэтому у всех трех знаков невероятно завышен градус эмоциональной возбудимости. Ну, это, так сказать, если человек умеет собой владеть, то это отнюдь неплохо. Но если человек не справляется со своим эмоциональным фоном, мы это со стороны можем наблюдать как постоянные перепады настроения. Это просто говорит о том, что эмоции, если бы человек научился контролировать, они бы ему не мешали жить, а он бы получал от них пользу. Но видно, этот человек еще новичок в работе над своим характером, поэтому у него так и выглядит. То он плачет, то смеется, то он ругается, то он просит прощения, то он любит, то он ненавидит. Ну, что ж, дорогие мои друзья, эмоции – это испытание для самого человека, достаточно тревожное. Поэтому и этим трех знаков в этом смысле живется не очень легко, скажем так. А уж тем, кто находится рядом с ними, так еще хуже, потому что не поймешь, чего от него ждать через секунду. Так что, дорогие мои друзья, с одной стороны, интуитом быть очень хорошо. Ты можешь получить информацию до того, как она тебя заведет в тупик. Но эмоции, как вы поняли, это слабое свино, и над ними надо работать. Но если мы разберемся с каждым знаком по отдельности, то могу вам сказать, что рыбы еще получают дополнительную информацию от своей планеты Нептун, которая является тоже достаточно мистической. И тут я иногда могу сказать, что рыб несет. Вот они могут на полном серьезе, я часто это упоминаю, но меня это просто шокировало. Люди в космос не летают, это все съемки. Земля плоская. Ну и так далее, и тому подобное. Много таких глупостей, которые они отчаянно совершенно защищают и выдвигают теории, что все человечество находится в заблуждении, только рыбы прозрели и готовы каждому помочь представить, что Земля плоская. Но это крайности, которые, собственно говоря, лишний раз здесь стоит упомянуть, ведь мы понимаем, что интуиты по-другому видят мир. Не с точки зрения логики, а с точки зрения каких-то предчувствий, предсказаний. И в этом смысле рыбы необыкновенно прозорливы. Они еще, едва увидев человека, могут понять, что из себя этот человек представляет. Это не значит, что они, даже зная, что этот человек поган, каких мало, с ним не будут иметь дела, потому что предчувствие это одно, они благодарны своему внутреннему голосу, но, как и все остальные, редко к нему прислушиваются. А это очень и очень жаль, потому что их внутренний голос включается моментально, без дополнительных прелюдий. И уж если мы задним числом рыбы проанализируем события, которые с ними были, и те чувства, которые они имели перед тем, как они в эти дела вмешались или пообщались с теми или иными людьми, они поймут, что они были предупреждены заранее. Ну, что же делать, дорогие мои друзья? У нас у всех дорог предостаточно от природы. Наши натальные карты просто раздуты. от тех природных благостей, которые нам даются. Но, к сожалению, из всего, что нам дается, мы используем не более 5%, в самом идеальном случае 10%. А 99% так и остаются добрыми пожеланиями. Так что, дорогие рыбы, помните, ваш талант – присутствовать исход событий до того, как оно произойдет. Так что, может быть, это вам будет помоществование в очередном витке житейском, который вы всенепременно переживете. Что можно сказать о раке? Раку тоже в руках его планеты, потому что Луна – тоже одна из мистических планет, близко находящейся к Земле. Ее влияние неспоримо. И рак это знает как никто другой, потому что, в отличие от всех других знаков, включая даже эти знаки воды, он наиболее, как бы, зациклен на лунных циклах. Когда Луна растет, у него тоже он энергичен и весел. Когда Луна убывает, у него упадок сил. На полнолунии он страдает, на новолунии у него дурное настроение, но очень всячески с ним метаморфозы проходят. И эмоции, которые мы упоминали у рыб, здесь тоже имеют большое значение. Считается, что рак – достаточно сложный знак для окружающих, поскольку тоже исключительно непонятен со своими эмоциональными перепадами. Я не случайно об этом говорю, потому что с этими вещами вы можете побороться. Это ваши внутренние тараканы, которых не обязательно демонстрировать окружающим. Они бы хотели, чтобы вы были эмоционально порогней, как-то, чтобы с вами легче наладить диалог. И я могу сказать, что среди вас есть уже мастера этого дела, которые давно укратили свой характер и сделали вполне съедобными. Если еще у вас по-прежнему ваши внутренние переживания всегда написаны на лице, или вы их демонстрируете окружающим, то, поверьте мне, вам еще есть над чем поработать. Талант раков через эмоции, через состояние симпатии или антипатии быстро просчитывать качество человека, который появился в их окружении. То есть скрыть свою истинную начинку, даже нацепив самую благостную маску, совершенно невозможно. Раки чувствуют нутро человека и видят его таким, какой она есть, как бы он не камуфлировался и не прикидывался кем-то другим. Поэтому в этом смысле можете пользоваться своим внутренним голосом, дорогие раки. Уж то, что, а человека с двойным дном вы видите без рентгена. Кстати, есть еще один момент. Вы можете перечувствовать события, которые еще с вами не произошли, но вполне возможно произойдут. Правда, вот здесь вы пока не научились правильно общаться с внутренним голосом, вы можете пугаться или рисовать страшные картины, даже без видимых причин. Поэтому надо все-таки в некотором смысле опираться на ту информацию, которая непосредственно не просто высосана из пальца, «Ой, чего-то я боюсь, видно, что-то будет». Нет, если вы заняты каким-то делом или встречаетесь с человеком, или у вас есть какая-то логическая подоплека под событием, которое должно произойти, если вы напряжетесь, вы примерно сможете себе представить при помощи голоса интуиции, нужно вам все довязываться или нет. Какой будет исход у этого дела. Поэтому прежде чем во что-то ввязываться, все-таки на мгновение прислушайтесь внутреннему голосу. Если он вам как-то, знаете, подает сигнал, вам дискомфортно, вероятно, вам это дело успеха не принесет. Значит, не нужно. Если у вас совершенно спокойно, значит, исход этого дела, вероятно, будет положительный для вас. Так что пользуйтесь, дорогие мои друзья. Проверьте себя сначала на мелочах, а там, глядясь, и в крупных вопросах вы получите очень дельного советчика. Впрочем, скорпионы здесь тоже не исключение. У них, что касается интуиции, тоже все, слава Богу. Могу сказать, что скорпионы – это самые глубинные, мощные, так сказать, интуиты. И глубинность и мощь выражаются в том, что они доподлинно знают те вещи, о которых мы будем тут спорить, дастеневые доказывают. Есть за огромной жизнью, нет за огромной жизнью. Есть ангел-хранитель, нет ангела-хранителя. У скорпионов давно готовы ответы. Даже и не сомневайтесь, многие из них обладают настолько глубокой интуицией и мощным такой не столько фантазией, сколько умением визуализировать многие вещи, что они могут даже видеть то, чего нет, ощущать его как в реальной жизни. Поэтому в данном случае, если наладить контакт с собственной интуицией, то скорпионы могут открыться невидимые и невиданные дали, в которых он даже сам себе иногда запрещает думать. То есть его интуиция сильна. И если мы разбираемся в эзотерике, а также в тех мистических течениях, которые для избранных, то тут это, конечно, стезя скорпиона. Его ведет внутренний голос, как компас. Он ему подсказывает, он ему помогает изучать эти вещи. Поэтому, если хочется, скорпион может все это осилить, ему это интересно, он в это верит. И не без помощи, конечно, своего внутреннего интуитивного голоса. Способности к интуиции скопиона выражаются в том, что он очень въедет к мелочам. Именно из мелочей создается картина будущих событий. Он не смотрит на них, как вот, знаете, как мазками так крупными. Нет. Он приглядывается к нюансам, к моментам. Из этих моментов невидимых, то, что у нас называется, читайте то, что написано мелким текстом. Он во всем видит вот этот мелкий текст, подводные течения, подвохи и так далее. И в этом ему как раз и помогает его интуиция. Вот почему он часто заранее, как бы, может знать, что из этого выйдет. На вид очень все красиво. И многие уже туда бросились, по той простой причине, что, как бы, обратили внимание только на красивую шуршащую обертку. А подвохи и подводные камни не обращают внимания. Скопион их видит. Правда, могу вам сказать, что при всех вот этих талантах, которые даны скорпиону, он тоже должен еще пройти не раз, путем опробы ошибок, пока он не начнет доверять собственному внутреннему голосу. Напоминаю, прислушиваться к самому себе, надо еще себя заставить. Поэтому немало наломает скорпион дров и задним часом скажет, я же ощущал, я знал, что мне это не надо. И вот так вот, через трудности и тернии, пока он не поймет, что его внутренний голос самый верный ему спутник в данном случае, он тогда начнет к нему прислушиваться и, соответственно, будет избегать многих нюансов, которые вляпывалось. Так что мотайте на уст, дорогие мои скопионы. Работать с интуицией, это тоже надо научиться. И первое, что важно, это обрести доверие к своему внутреннему голосу. Поэтому это тоже можно все выучить себя, заставить. Надо просто ежедневно проделать маленькие упражнения. Например, вы получили информацию, и вот представили, я думаю, что будет так. Или как у нас есть в картинке, где кот, где кошка, да? К примеру, возьми интуитивно. Или как ты думаешь, что лежит в этом сундуке. Вот так вот и пробуйте свою интуицию. И вы поймете, что во многих случаях вы не пальцем не подтыкаете, а кто-то вам что-то очень важно подсказывает. Вы не станете экстрасенсом, потому что если бы вы были экстрасенсом, экстрасенсом, вы об этом бы знали сразу. Это такой дар, который сваливается, как камень на голову, и отнести в сторону его не получается. Но даже если вы не так прозорливы, как экстрасенсы, тем не менее, в бытовых вопросах ваш внутренний голос вас может вести успешно, как компас. Так что пользуйтесь, пожалуйста. У вас этот компас есть, и он достаточно чувствительный, поскольку обращает внимание на мелочи, из которых потом вырастает исход событий. Ну что ж, для общего разговора по поводу самых интуитивных знаков зодиака, я думаю, мы поговорили достаточно. Мы еще не раз будем возвращаться к характерам знаков, рассматривать под разными гранями. Это только одна из граней переливчатого алмаза, которым является наша сущность. Но я думаю, что мы поговорили об этом не без причины. Самая большая обида лично у меня задним числом, что я точно знала, что будет, но не слушала себя категорически. Потом под фактом мы все чешем репу и думаем, ну почему я себя не слушал. А вот такой у нас парадокс. Нам даются знания, но мы их не слышим. А когда они с нами случаются, мы вдруг понимаем, что мы могли бы этого избежать, но почему-то вляпались по самой немогу. А с вами была Елена.